Если касательно вот этих 29 деревьев, то мы обращались и в администрацию нашу поселковую к Федотову. Он обещал нам предоставить документы. Мы к нему ходили 25 числа, ничего нам не дали, сказали, отдали в область. Когда мы попросили копии, нам сказали, что копии нет, есть оригиналы, которые увезли туда. Мы потребовали опись, соответственно, документов, на что нам сказали, что описи тоже нет. В итоге договорились до того, что приходите на следующий день, 26 числа, покажем документы. Мы пришли, прождали час, никто так не пришел, ни глава, ни сам Вартанян Галуз, никто не явился. Единственное, что два года назад, когда рубили деревья под гаражи, тоже незаконно, велась переписка и с Азовской межрайонной прокуратурой, и писали Голубеву нашему губернатору. На что никаких ответов не было, кроме комитета по охране окружающей среды, которые сказали, что дальнейшая выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений будет незаконна. Галуз Вартанян, как он нам сообщал, сначала хотел тренажерный зал, потом свадебный салон, детское кафе, а по договору аренды, которую все-таки нашли в администрации, сказали, что магазин будет. Творится с подачи нашего главы администрации Азовского района, Берзюка. Вот это здание, пивнушка построена уже года три, да, стоит? Года три. Вырублены также там деревья. Потом вырубили 29 деревьев. И вот, молодые люди, обратите внимание, 110 деревьев вырублено и построены незаконно гаражи. Мы тут гуляем с колясками, с детками, детки как бы на велосипедах катаются. Поэтому мы были против этого всего. Нам сказали, что это все законно. Да, мы тут трупом ляжем, никто не будет рубить. Они не посмеют. Вы глубоко ошибаетесь. Люди теперь уже наблюдают. Вот у нас, видите, пятиэтажка рядом. Оттуда все видно. Сразу же скажут, да. Нет, нет. Рубить они больше здесь не будут. Нам это все не нужно. Мы хотим, чтобы вот наша роща осталась такой, какая она есть. Чтобы мы могли спокойно гулять, чтобы мы могли отдыхать здесь. И нам не нужно ничего, кроме того, что вот есть сейчас.